Германия А это реклама интимиссиями, Италия в обратную сторону. Беженец? Нет, удивился Дом. Ходок? Иммигрант? Не знаю, сказал Дом. Я от несчастной любви бегу. И у меня Минхерц разбитое сердце, кивнул подтянутый на красавицу на плакате. Коварная судьба разлучила нас с прекрасной сеньорой Бертолуччо. А это у вас что? Ноги? Ваши? Мои, вздохнул Дом. Все 37, пересчитал пограничник? Ага, вот немного третья задняя болит. Подлее, чем кивнул пограничник. Но домам с ногами не положено, у нас порядок. Подогните. И дом загрузили на огромную платформу. Ваше место стоянки Фридрикштадт Палас Грюхен Даблин Кранх Блиц Венгерман Планц 17 с видом на Блюстрам Крегер Зонт Блюм Шварц Хорст улыбнулся подтянутой форме. Привезли, выгрузили. Это мы с виду такие строгие, улыбнулся в форме. А внутри? И насвистел вторую сюиту Си-бемоль-мажор Людвига Ван Бетховена и калинку на бис. Народ с балконов подпевает, дом в присядку пошел. Ну как тут вам? Козырнул подтянутый. Гутен дак! Вытянулся во фронт дом. Хотя немного сквозит. По обвыкниться, сказал в форме. Козырнул и пропал. Наутро приехала комиссия. Подвезли волонтеров. Перемыли окна, пересчитали всех кошек, собак, канарей, черепах. Повесили на все ночные горшки, ложки и кастрюли бирки. На все комнатные цветы таблички с возрастом и названием на латыни. Все женщины в чипцах и передниках кружевных ходят. На окнах герань. Стариков по домам престарелых определили. Пересчитали квартиры. Трех не хватает. И обнаружили тайный замурованный ход с двумя печатями на дверях. Одна с двуглавым орлом, вторая с серпом и молотом. Куда ведет? Спросила комиссия. Не знаю, вздохнул дом. Кто ходил, никто не вернулся. Понятно, кивнула комиссия. Сходим. Выдали дома документ на пользование водой, электроэнергией и канализацией. Зачем это удивился дом? Я бы по-свойски в сторонку отошел. Не положено, сказала комиссия. Присоединяйтесь, как все. У нас экология и порядок. Хорошо вздохнул дом. Я бы Рейхстаг посмотрел. Говорят, у него крыша стеклянная. И еще на стену. На Берлинск. Нет, давно распродано. А что осталось, на сувениры разобрали. И в музее. Я бы глянул. Стоять не положено. Вам фотографию принесут. А вечером в каждую квартиру армия спасения принесла по миске горячего супа. А сосиски баварские, а пиво переживал дом. Не положено, сказала комиссия. Вы еще куда не шло, а вот у жильцов, у кого брюшко, а у кого одышка, непорядок. Сами мотайтесь, как непрекаянный. Пусть и жильцы побегают и поприседают. Где я переживал дом? А хоть и на крыше, раз без визы. Наутро приехала машина с рупором. Все высыпали на крышу и бегали там под штрауса Мендельсона до вечера и еще два дня. И через неделю от такой жизни жильцы стали как на одно лицо. Спортивные и подтянутые. А к вечеру к дому потянулись панки, дети цветов, рокеры, маргиналы всех мастей и пигмеи. И стали по-быстрому заселяться. А наутро Вера Игнатьевна выходит на балкон. Ба, дом весь, граффити зарисован, как рокер, татуировками. И первые три этажа сплошь мастерские художников и сквоты. Подъехала машина с полицейским и в штатском. Что за чучело с ногами, спрашивается, в штатском. Откуда? Бог весь козыряет в вагонах. Говорит, из Франции. Понятно, сказал в штатском. Там все чудное. У них и Эйфелева башня с ногами. Может, под хостел реконструировали? Не похож, почесал голову в штатском. Хотя нога-то им не нравится. Особенно четвертая задняя, как у Микки Мауса. Но покороче. Вроде все и хорошо шло, но дом как-то загрустил. Наверное, ноги просто затекли, вздыхал дом с непривычки там. И порядка многовато. На один-то дом. Хотя многим очень даже нравится. А в среду дом встал и пошел. Куда заволновалась мэрия? Вы наша достопримечательность. Архитектурный экзот. Да вы не волнуйтесь, заулыбался дом. Я тут, рядом. Одна нога здесь, другая там. Прогуляюсь до конца. Фридрих-штрасс. Палас Брюмер Грен Франкель-штрассе. И обратно. Ладно, кивнула мэрия. Но на всякий случай выделили батальон полицейских на мотоциклах. Вертолет, машину скорой помощи и пожарную. Дом идет, солнышко припекает. Хорошо. Эскорт огнями мигает, сиренами гудит. Хорошо. Люди зокон таращатся, фрау платочками машут. Хорошо. А тут бац, красный свет. Эскорт, понятное дело, встал с таймя. Стоит. А тут Вася и 44-й выходят на балкон. А я бы рванул. И пигмии в лесах Амазонки томятся. Я бы глянул. Петрович, а что с детьми цветов кивнул участковый на крышу? Набилось, как грачей на березе у Саврасова. Руками, что крыльями машут. Счастливые сил нет. Пусть машут. Вздохнула правдом. Всем места хватит. И дом рванул на красный по привычке. И через 15 минут очухался на турецкой границе. Как-то у меня по-быстрому получилось. Чесал крышу дом. А может и зря на красный-то рванули, таращились жильцы на минареты. Господи, да я же очки солнца защитные в Германии забыл. Крутил дом фасадом. А солнце-то вон и как лопит. Крыша, как сковородка раскаленная. И дом крутанул назад. И снова очутился в Германии. А вроде нет. Дом вышел на площадь. Хотя и похоже. Субтитры создавал DimaTorzok